Всем доброго дня! Сегодня мы приготовим двухслойный куриный рулет с яйцом и оливками – оригинальное экономичное блюдо из доступных продуктов, которое украсит любой праздничный стол. Для его приготовления подготовим следующие ингредиенты. 1,2 кг куриного фарша или филе, 4 яйца, небольшую банку зеленых оливок без косточек, нам потребуется 5 столовых ложек, 4 столовые ложки лимонного сока, это 1-2 лимона, 2 столовые ложки томатной пасты, 4 столовые ложки растительного масла, 4 зубчика чеснока, немного петрушки и кинзы, так, чтобы каждой зелени в рубленном виде было по 2 столовые ложки, немного паприки, молотого черного перца и соли, а также нам потребуется фольга и прозрачная пленка. Итак, приступаем! Яйца отвариваем до готовности 7-8 минут. В это время прокручиваем куриное мясо через мясорубку или нарезаем его на кусочки и измельчаем в комбайне или чоппере. Выжимаем лимонный сок, нам потребуется 4 столовые ложки сока, измельчаем чеснок, соединяем петрушку и кинзу. Мелко рубим. И хорошо перемешиваем. Измельчаем 5 столовых ложек оливок. Рулет мы делаем из двух слоев, поэтому фарш визуально делим пополам, а затем перекладываем немного меньше половины фарша в другую емкость. Большая часть фарша уйдет на верхний слой рулета, меньше на внутренний. В емкость с большим количеством фарша добавляем 2 столовые ложки растительного масла, половину нарубленного чеснока, 2 столовые ложки лимонного сока, пол чайной ложки соли или по вашему желанию, и немного черного перца. Все хорошо перемешиваем. Наряду с куриным фаршем для разных слоев вы можете использовать любой другой мясной фарш. Также вы можете не делать никаких слоев, а просто смешать все ингредиенты вместе. В оставшийся фарш добавляем 4 столовые ложки зелени, оливки, 2 столовые ложки растительного масла, оставшийся чеснок, немного соли, оставшийся лимонный сок, 2 или 3 столовые ложки томатной пасты. Чем больше томатной пасты, тем сочнее будет внутренний слой, а по цвету контрастнее. Немного черного перца, паприки. Все хорошо перемешиваем. Далее я покажу, как легко сформировать рулет и переложить его на фольгу. Выкладываем фольгу и на ней разворачиваем прозрачную пленку. Верхний край фольги должен доходить приблизительно до середины пленки. Расправляем пленку. На середину пленки выкладываем фарш в виде прямоугольника. Таким образом будет легче формировать прямоугольник. Формируем прямоугольник. Формируем прямоугольник. Длина моего прямоугольника составила 27 см и ширина 21 см. Выкладываем фарш, смешанный с томатной пастой, следующим образом. Разравниваем этот слой. Добавляем охлажденные и очищенные яйца вдоль и посередине фарша. Далее ответственный момент. Берем за верхний край пленки и заворачиваем фарш вокруг яиц. Формируя таким образом рулет и одновременно перемещая его на фольгу. После чего освобождаем фарш от пленки. Подравниваем концы рулета и заворачиваем фольгу. Разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия. И выпекаем рулет приблизительно 30 минут. Вот такой красивый и главное вкусный рулет у нас получился. Подавать его можно с зеленью и соусом бешамель. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео рецептов. Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал!